МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Координацию работ по наведению порядка на земле осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы, которые обеспечивают проведение обследования территории, информируют население через средства массовой информации о принимаемых мерах и ответственности за нарушение требований законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды. Из постановления Совета министров Республики Беларусь номер 428. Относить Брагинский район к экологически благополучным нельзя уже почти 30 лет. После Чернобыльской катастрофы ситуация здесь стала настолько проблемной, что для ее окончательного улучшения понадобится еще не один десяток лет. Что, впрочем, не исключает необходимости поддержания порядка на земле ныне живущими поколениями. Новоиолчанский сельский совет участие в республиканском конкурсе на лучшую территорию в прошлом году принял впервые и сразу победил. Среди показателей, которые оценивались от благоустройства дорог до объемов сданного вторсырья. Однако самое главное – активность сельчан. Все организации занимаются благоустройством населенных пунктов. В том числе население в последнее время занялось изготовлением малых архитектурных форм, приобретением посадочного материала для разработки клумб, для обустройства клумб. И сегодня мы подводим итоги по благоустройству. Люди заинтересованы в том, чтобы как-то лучше выглядеть своего соседа и внести лепту в развитие нашего городка, потому как они здесь живут, их дети живут, внуки. Для детей и внуков в Брагинском районе создают все условия не только для нормальной жизни, но и для творческого развития. В Красницком центре культуры и отдыха на одном этаже – занятие музыкальной школой. На втором – работа кружка «Умелые руки». Название, в общем-то, достаточно распространенное. Однако за ним значительная доля фантазии педагогов и желание научить детей чему-то действительно оригинальному. В последнее время особой популярностью здесь стала пользоваться так называемая «модульная оригами». Вроде бы ничего сложного, однако за каждым изделием – дни напряженного труда. Зато и радость от сделанного словами не передать. Работы кружковцев сегодня находятся в домашних коллекциях не только жителей Брагинского района. Впрочем, самое главное еще не сделано. Большой павлин должен стать гордостью не только одной конкретной деревни. Ну, у нас в планах большой павлин, но только не с таким фастом, а с фастом длинным. Это очень трудоемкая работа. Но я думаю, вместе с детьми мы справимся и сделаем павлина. О благоустройстве своей деревни местные школьники заботятся постоянно. Это может где-нибудь в областном центре. Уроки труда скорее для теории. А в Ялчанской школе Брагинского района каждое занятие преследует практическую цель. Скоро весна, а это значит, что на деревьях должны появиться новые сковоречники и кормушки для птиц. Сначала заготавливаем днища для птиц, потом сверлим, делаем колочки и ленты заплетаем, стенки делаем. Ну, сделаем стойки, тут типа стропил таких делаем и речками делаем из речек крышу. Тут плоские детали дровящины. Ну, получается вот такая кормушка. Участник Великой Отечественной войны и узник нацистского концлагеря, 96-летний Алексей Некрасов и его жена, тоже бывшая узница Зоя Сизова, в Беларусь приехали из России почти полстолетия назад. Тогда думали, что временно, однако оказалось навсегда. Хотя, говорят, нашу страну чужой никогда не считали. Тем более, что местные жители были вместе не только в минуты тяжелой жизненной ситуации. Да и в плане наведения порядка на земле здесь явно есть чему поучиться. Здесь относятся намного лучше даже, чем я знаю в России. У них, вот, я смотрю, у всех почти цветочки под окном. И в квартирах у них порядки. Я сколько знаю, семей, вот я в школе проработала, мы же ходили к детям, здесь порядок держат. Я считаю, вообще отношение людей очень хорошее. Очень, даже слов нет, чтобы можно было на кого-то обидеться. Что бы мы ни попросили, нам никто ни в чем не отказал. Большое внимание сельсовет уделяет всегда. Экологи и работники областной санитарной службы с мнением местных жителей не спорят. Однако ситуацию стремятся постоянно держать под контролем. В мае прошлого года вступил в силу водный кодекс Беларуси. И теперь требования к пользованию той же подземной водой значительно ужесточились. Конкретно Брагинский район в этом смысле далеко не самый злостный нарушитель. Однако на последней коллегии областного комитета природных ресурсов констатируется, несанкционированное использование источников явление нередкое. По сути, это элементарная кража государственных природных богатств. Одной из проблем для сельхозпредприятий области в части соблюдения природоохранного законодательства является наличие разрешений. На сегодняшний день в Гомельской области более 200 предприятий сельхозхозяйственного назначения. И разрешение на водопользование, на специальное водопользование отсутствует у 59 предприятий в целом по области. В том числе, если вот по Брагинскому району, такое разрешение отсутствует у одного предприятия. И разрешение на выбросы в атмосферный воздух. Таких предприятий в целом по области 17, в Брагинском районе 2. К сожалению, не всеми руководителями своевременно принимаются меры для решения данных проблем. Ситуация с использованием подземных вод сегодня вообще выходит на уровень, если не критической, то более чем актуальной. Во всяком случае, уже в обозримом будущем наши природные богатства могут стать нашей головной болью. За вот такими водонапорными башнями скрыта большая проблема. Не всегда видимая большинству жителей области, но хорошо известная специалистам. Сегодня у нас в сельском хозяйстве 1500 скважин действующих, 1000 нерабочих и больше 500 нужно консервировать. А что такое консервировать, это прямое попадание загрязнений в подземные воды. Это беда. В руках у бывшего директора совхоза Николая Дубовца фотографии, сделанные почти 50 лет назад. Теперь это действительно страница истории. Передовики возле конторы предприятия. Выступление с установленной на грузовой машине трибуны во время маевки. На заготовке сенажа здесь рядом с руководителем хозяйства, начальник почты, заведующий мастерскими, сторож и учитель со своим мотоциклом. У председателя тогда, кстати, была только лошадь. Зимой запряженная в сане, а летом под седлом. Впрочем, то время Николай Афанасьевич вспоминает с какой-то особой теплотой. Да, было тяжело. Да, многого не хватало. Однако работали честно и с полной самодачей. С учетом состояния полезских дорог в 70-е годы проверяющие из райцентра приезжали обычно на несколько дней. Однако время, проведенное в хозяйстве, тратили в первую очередь на обучение местных кадров. Наказания очень малое было. Он побеседует, потом приедет еще раз проверить. Но чтобы какие-то наказания такие конкретно специалисты, тогда оценили специалистов. Штраф не исправит человека. Когда он ему подскажет, тогда тот самый главный специалист, любой, или агроном, или инженер, он знает, что приехала проверка, и надо устранять те, какие подсказали недостатки. Потом собирали уже всех специалистов и обсуждали план проверки. Земли были песчаные земли. Балл был 19 баллов земли. Получали тогда и по 25, и по 30 сантиметров. Были участки даже по 40 сантиметров. Бригада пристанская. Даже пшеницу получали тогда по 40 сантиметров. Как подмажешь, так и получишь урожай. Впрочем, говорить, что современные сельхозпредприятия Брагинского района работают из рук вон плохо, все-таки нельзя. В акционерном обществе Брагинка проверяющие из числа специалистов областной экологической службы и Центра гигиены и эпидемиологии знакомятся не только с санитарным состоянием животноводческого комплекса. Важно не только найти недостатки, но и понять причины достигнутых успехов. Каких-либо значительных недоработок, кстати, в результате так и не нашли. А вот о методах руководства местного директора поговорить успели. Возможно, что этот опыт для кого-то окажется совсем не лишним. Есть люди, с которыми я поговорил, они уже поняли тебя и знают, что это их работа, это их существование, жить, заработная плата. А есть люди, которыми нужно подходить более. Нужно знать проблему, почему человек такой грубый становится, жестокий. И почему ему не хочется идти на эту работу. Я всегда говорила, что есть кнут и есть пряник. Нужно уметь работать и с тем, и с другим. Но не перегибать кнута, потому что пряник может потом не исправить. А человеческая душа, она, знаете как, она очень такая ранима. В коммунальном сельскохозяйственном предприятии «Брагинский» непосредственном соседе акционерного общества «Брагинка» к вопросам трудоустройства самым ответственным образом относятся уже не первый год. Даже старый трактор для этих целей приспособили, рядом с которым установили фонтан с русалкой. Фонтан, правда, в зимнее время не работает, однако русалка на месте. Впрочем, все это внешний вид, за которым скрывается главное – ответственное отношение к делу. При всем желании найти какие-либо значительные проблемы с порядком на земле, в этом хозяйстве совсем непросто, как говорится, не потому что убирают, а потому что не мусорят. Плюс рациональная экономия. Когда погода позволяет, часть ремонтных работ проводится на улице, что дает возможность экономить электроэнергию. В советские времена, от которых хозяйством осталась значительная часть производственных помещений, о затратах особенно не заботились. Теперь только на освещение подсобных помещений требуются значительные финансовые средства. В КСУП «Брагинский» экономист решили отключением электроэнергии в неиспользуемых комнатах во время рабочего дня. Когда механизаторам необходимо принять пищу или позаниматься в спортзале, для этого создадут все условия. Однако в рабочее время главное внимание все-таки – работе. Где-то кто-то включил свет, где-то кто-то забыл выключить свет. Это сегодня считается каждый киловатт. Поэтому это сегодня стоит больших денег, и для этого, конечно, мы и стараемся экономить на каждой лампочке. Похожая ситуация и в акционерном обществе «Брагин Агросервис». В тех же ремонтных мастерских крыши буквально подпирают небо. Для освещения рабочих мест никаких лампочек не хватит. Выход нашли в местном освещении. Так действительно эффективнее и экономичнее. Проблему тепла решили установкой котла на местных видах топлива. В конце концов, в комфортных условиях и люди работают более эффективно. Впрочем, в последнее время в «Брагин Агросервисе» озаботились не только производственными проблемами. В прошлом году более 800 миллионов рублей обложили в заброшенное здание, которое теперь должно стать эталоном бытовых условий в отдельно взятом предприятии. Вот здесь, говорят, будет душ. Вот здесь комната отдыха, а здесь комната приема пищи. Здесь будут стоять столы, стулья, холодильники, микроволновки. И, соответственно, здесь человек может, ну, будем говорить, достойно это все сделать на таких определенных нормальных санитарных и генических нормах. Здесь еще на втором этаже мы здесь планируем весь вообще объект будет где-то... Сдача его будет конец февраля, начало марта. На втором этаже будет класс по технике безопасности, охране труда, комната отдыха, ну и комната специалиста по охране труда и технике безопасности, который конкретно может в любой момент во время обеденного перерыва, утром после работы побеседовать с людьми. И все-таки говорить о решении всех проблем в сельском хозяйстве Гомельской области пока рано. Тем более, что рядом с современными животноводческими комплексами существует немало ферм, построенных десятилетия назад и не отвечающих никаким нынешним требованиям. Не только по отношению к содержанию животных, но и созданию условий для работников. 50 хозяйств, которые по геническим требованиям являются неблагополучными. То есть, ну, это каждое пятое предприятие сельского хозяйства Гомельской области, там, где имеются существенные недостатки в соблюдении требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Упреждением, к сожалению, не всегда просто добиться нужных результатов. И у нас, помимо административных санкций, еще есть рычаг воздействия. Это пристановление эксплуатации и информирование органов власти о ситуации на объектах. Впрочем, в какой мере местные органы власти действительно не располагают информацией о реальной ситуации на подведомственных территориях, сказать тяжело. Во всяком случае, в выявлении экологами фактов размещения тех же органических отходов в неприспособленных для этого местах исключительными не являются. И пусть бы на полях, однако не так уж редко такие свалки устраивают даже в населенных пунктах. Сейчас существует определенная ПДК по аммонию. ПДК это установлено. И в случае этого несанкционированного размещения после удаления навоза мы приглашаем в лабораторию, замеряем почву, отбираем пробу почвы. Если превышение ПДК, то, соответственно, принимаем уже меры. Быть реалистами или твердо придерживаться требований действующего законодательства? Для структур, ответственных за поддержание порядка на земле, этот вопрос не из-за разряда риторических. Конечно, где-то можно ограничиться предупреждением или советом, но прощать грубые, а часто и умышленные нарушения никто не будет. Однако после вопроса, что дальше в отношении наведения порядка на земле сельскохозяйственными предприятиями, пока все-таки поставим многоточие. В большинстве случаев не позволяет материально-техническая база обеспечить нужные условия. То есть даже если есть желание руководства и специалистов поддерживать порядок, они это делают. Но глобальных перемен не позволяет добиться материально-техническая база. То есть оборудование, помещение. Если недостаточно помещений, чтобы разместить те же санитарно-бытовые для работающих, то иного способа, как их построить, не существует. А это требует значительных финансовых вложений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова